Царицын фонтан Царицын фонтан. Построен в 1706-1707 годах Иваном Матвеевым. Назван в честь супруги Петра Великого Екатерины I. По свидетельству очевидцев, у первого водомета императрица встречала своих гостей, прибывавших со стороны Невы, угощала дам конфетами и фруктами, поэтому площадка иногда называлась Дамской. Фонтан имел круглую форму, был облицован мрамором и аспидом. Фонтан сильно пострадал от наводнения 1777 года. Засыпан в 1786 году. Воссоздан на основании археологических изысканий 1976, 2006, 2009, 2010 годов, проводимых в рамках проектов реставрации сада. Гербовый фонтан. Известен с 1717 года. Располагался на шкиперской площадке, где Петр I в костюме шкипра принимал гостей. Первоначально он был задуман леблоном круглой формы, аналогичным фонтану на первой площадке, только больших размеров, но в переработанном проекте получил более эффектную композицию многогранного бассейна со сторонами в виде больших вогнутых и малых выпуклых дуг и увеличением числа водометов с 1 до 9. Большой многоструйный фонтан стал композиционным центром всего ансамбля первого летнего сада. Фонтан был украшен деревянными гербами и морскими раковинами. Фонтан сильно пострадал от наводнения 1777 года. Засыпан в 1786 году. Восьмигранный фонтан Третий фонтан от Невы принадлежит, как и первый, к числу самых ранних в саду. Когда он был возведен, точно сказать невозможно, но на плане Яна Россена 1714-1716 годов он уже существует. В описи 1736 года значится как восьмигранный. Судя по планам, фонтан имел характерную барочную форму, квадрат на сторонах которого построены полуокружности с радиусом, равным 1,4 стороны квадрата. В той же описи 1736 года сказано, что пол выстлан плитками мраморными, белыми, стены обложены тасненской плитой, сверх той плиты карниз. Фонтан сильно пострадал от наводнения 1777 года. Засыпан в 1786 году. Менажерийный пруд Баскет Менажерийный пруд Современник Петра I Берхгольц писал в мемуарах о Менажерийном пруде. Устроена в куче деревьев небольшая беседка, окруженная со всех сторон водой, где обыкновенно проводит время царь, когда желает быть один или когда хочет кого-нибудь хорошенько напоить, потому что уйти оттуда нет никакой возможности, как скоро отчалит стоящий вблизи ботик, на котором переправляются к беседке. На воде плавает здесь большое количество самых редких уток и гусей, которые до того ручные, что позволяют кормить себя из рук. Голубятня Здание павильона Голубятня расположено в баскете «Птичий двор». Проект воссоздания здания Голубятня разработан на основании археологических изысканий и анализе изображения сооружения Птичьего двора на аксонометрическом плане Санкт-Петербурга XVIII века. Археологические остатки павильона сильно пострадали во время Великой Отечественной войны. Кладка фундаментов в западной части во многих местах разрушена. В результате проведения археологических изысканий удалось установить точные размеры двора. На исторических планах в центре двора отмечен небольшой круглый фонтан. Гаванец Гаванец-водоем, сообщавшийся с фонтанкой, находившийся рядом с Летним дворцом. Лодки и ялики подходили к царскому дворцу и пришвартовывались у его фасадов. Об этом свидетельствуют вертикальные стенки границ гаванца с причальными кольцами, выполненные из известняковых плит, а также историческая кладка площадок по его периметру, выложенная клинкерным кирпичом. Хорошее состояние кладки, долгое время скрытый слоем земли, дало возможность музеифицировать ее фрагменты. Крестовое гульбище Проект баскета был предложен французским архитектором Жаном Батистом Александром Леблоном около 1716 года, но художественное решение этого участка было кардинально пересмотрено. Вместо баскета-звезда, предложенного Леблоном, был сооружен баскет «Крестовое гульбище». Пересечение Берсо было первоначально украшено статую с покрытым лицом, верой Антонио Карадини. Позднее была установлена скульптура Венеры. Эти скульптуры не сохранились, поэтому на фонтане установлена копия статуи Ниреида, также созданный Антонио Карадини. Грот Грот – обязательная принадлежность увеселительного регулярного сада XVIII века. В центральном зале находился водяной орган – музыкальный инструмент, приводимый в действие напором воды. Во время пуска фонтанов орган начинал играть, и в гроте раздавалась мелодичная музыка. Фонтаны были также устроены и в боковых залах. В нем было поставлено несколько стеклянных колоколов, подобранных по тонам. Побочные молоточки у колокольчиков приводились в движение посредством колеса особого механизма, на который падала вода. Колокола издавали во время действия приятные и тихие аккорды на разные тоны. Малая оранжерея Проект воссоздания «Малой оранжереи» выполнен на основании историко-архивных изысканий. Впервые здание оранжереи зафиксировано на обмерном плане летнего сада 1736 года. Внутренняя планировка здания показана на генеральном плане летнего сада 1747 года. На нем изображена постройка, разделенная на три помещения, с двумя симметричными входами в центральное помещение с южного и северного фасадов. В результате восстановительных работ, благодаря применению современных инженерных технологий, восстановлена историческая функция данного сооружения – зимнее содержание теплолюбивых кадочных растений, которые будут выставляться на аллеи и площадке сада в летнее время года. Фонтан Ла Коста К строительству фонтана Ла Коста приступили в 1733 году, однако водомет был завершен не ранее 1736 года. Водомет проектировали двухкамерным, с механизмом и крутящимися на барабане фигурками. Благодаря расчистке и консервации фонтанных конструкций появилась возможность музификации водомета, который стал своеобразной капсулой времени, несущей нам дыхание 18 века – золотой эпохи летнего сада. Пирамида Четвертый фонтан центральной аллеи появился позднее остальных. На плане Михаила Зимцова 1723-1725 годов он еще отсутствует. Первое свидетельство его существования встречается в описи 1736 года. Раскопками установлено, что на четвертой площадке последовательно существовало два фонтана. Первый в плане квадратный, второй восьмиугольный. Фонтан сильно пострадал от наводнения 1777 года. Засыпан в 1786 году. Под чашей фонтана найдены остатки водоподающих и водоотводящих чугунных и свинцовых труб. Коронный фонтан в парадном портере. Известен с 1725 года. Располагался перед старым парадным входом в летний сад со стороны потешного луга, ныне Марсово поле. Является композиционным центром центральной площадки парадного портера. Своё назначение получил по форме струй, образующих композицию, похожую на корону. Центральная часть фонтана украшена золочеными маскаронами сатиров. Фонтан проектировал архитектор Михаил Зимцов в 1725 году. Он входил в общую фонтанную систему всего летнего сада. Фонтан сильно пострадал от наводнения 1777 года. Засыпан в 1786 году. Воссоздан на основании чертежа, выполненного Михаилом Зимцовым. А за образец маскарона был взят оригинальный маскарон из летнего сада. Субтитры создавал DimaTorzok